I have ways of blowing things up. Прям куски деталей прогружаются. Но меня сейчас кое-что удивило. Вот эта магистраль сверху, пока не было вот этой вот стены, видно, пока она прогружалась, там реально ездят машины. То есть это не просто шум машин. А вот видите, труба поехала, там реально ездят легковушки, грузовики. Причем это делается, я не знаю, то есть они об этом подумали? Мы этого даже не видим. По идее, если она будет прогружаться быстрее, возможно, кстати, проблема именно с моим компом, что у нее вот такие вот, ну, с прогрузкой вот такие вот проблемы. Я не исключаю, что это из-за моего компьютера, но все же. Если она прогружалась бы нормально, это все загружалось бы моментально, я бы никогда в жизни не увидел бы, что там ездят машины. Но они это сделали. Вот внимание к мелочам просто поражает. Так, давайте быстренько поиск пепла. Дай хоть до скотобойни, подождите. Навыки. А что я хочу вкинуть-то в конце концов в дедукцию. У меня этот сейф теперь торчит посреди горла, который я не смог сломать. Это настолько печально. Мне нужно 4, можно перепрограммировать вражеские турели. Мне нужно 4 поинта. Я пойду сюда активировать. И потом нужно будет еще в дедукцию сходить. Расположение цех предметов или данных на карте. Вот это мне тоже. Короче, пока что идем еще 3 поинта кидаем в дедукцию. Выносливость что нам дает? Вот тут у нас полная хпшка будет. Здесь нам нужна, вот здесь нам нужна вторая. Третий это улучшенный рывок. Рывок я еще пока что не оценил до конца. Возможно потом в дальнейшем он мне как-то поможет, понадобится. Пока что я не уверен. Здесь я скорее всего не буду качать до третьего поинта. Я сюда еще 3 вкину до второго поинта. И да, сохраните. Мне этого вполне хватит, чтобы я мог открывать сейфы и перепрограммировать турели. Итак, мне кажется, возможно я и не прав, но мне кажется, что на этой локации мы с вами сделали все, что можно было сделать. Мое робокоп зрение мне это подтверждает. В общем-то, я думаю, что нам пора ехать. Учитывая, что мы сделали практически все второстепенные задания до главного. А вот после главного мы еще и из часы вернули, и пацана вытащили. В общем, много-много-много чего сделали. Можно валить отсюда. Ай, блин, прогрузки на швах. Пожалуйста, осторожней. Так. Давайте ускоряемся. Вон наша тачка стоит. Можно покидать район. Мне кажется, что тут даже последний штраф, который мы типа могли... Котя. Привет. Почему нет опции поглад... Хотя, если бы он погладил котю, по-моему, котя остался бы лысый нафиг. Хотите? Да, хочу. Здесь мы выдаили. Сейчас посмотрим статистику, кстати. Потому что на первой локации я не нашел одного секрета. Ну, это было такое обучающее. Там нужно было еще понять, как это все работает. Посмотрим сейчас по статистике. А, вы еще. Предположительно, здесь скрывается пепел. И не увидим статистику. Ну, не знаю, так ли он уже скрывается. Он всему городу приглашение разослал. Даже обидно, что про нас забыл. Зато теперь мы можем сорвать его вечеринку без угрызения совести. Мурфи, я все думала, что он с вами усилился на телестанции. Может, не стоит... А, зачем я это читаю? Читайте, пожалуйста, ребят, вперед. Я не знаю, что я читаю. Я читаю. Вы больше всего лишь кучу, Мурфи. Субтитры сделал все эти металлы. Вы еще и уйдете. Алекс Мурфи был бог. Он потерял его жизнь. И, ввиду этого, вы продолжаете. Ты делала больше для этого города, чем кто-то живет. Это должно стоить за что-то. А, я сейчас закрепляю. Просто возьмите это маленькое что-то, чтобы напомнить вам о том, что я просто сказала. Открывай его, и потом, когда Беккер попадет в твою кожу. Также, не забывай, что у тебя есть партнер, который стоит на тебя. Какие-то черты, качества, я не спорю. Но она его слишком очеловечивает. Последний выход пепла. Он не спорил? Он такой, который любит спорить. Мы должны увидеть. Почему мы не увидели статистику по противной зоне? Я на это рассчитывал, честно говоря. Здесь ничего. Ну-ка, стоп. Нет, ну на это злиться, не то чтобы злиться, а из-за этого расстраивался какой-то... Причины нет, потому что говорю, что в большинстве углов тут и так заныкано куча всего прикольного и интересного. Поэтому давайте-ка еще в этот домик залезем. Нам туда, я понимаю, но здесь есть это. Хе, украденные часы, спасибо. Оно ж не зря так. Так, хорошо. Спасибо, разработчики. Хоть какую-то мелочь доположили. Да, сделали локацию. Во-первых, они добиваются этими двумя вещами. Во-первых, чем больше объектов, тем реалистичнее выглядит место. А во-вторых, зайдя в каждый такой объект, ты можешь обнаружить какую-то мелочь, какую-то детальку. Оно вроде 39 опта, а не вроде ни о чем. Но вот таких мелочей, их накидано по карте дофига. Ты их собираешь, собираешь, собираешь. В конце концов, оно собирается в неплохую такую сумму. Поэтому я только благодарен разработчику, что они так поступают. У меня пулемет с собой? Нет. Мы не можем идти таким образом. Мы нужны варанты. Я не верю, что эти ступидные директивы все равно держат тебя обратно. Пойдемте, партнер. Ох, стинч. Кто-то потерял поджигание. Офигенно, просто в унитазе валяется. Мне нравится. Нюк. Нюка-кола. Украденные часы. Вот эта фишка с украденными часами и кошельками, это интересно. То есть у него в базе загружены абсолютно все обращения с описанием того, как выглядит украденное то или это. На самом деле прикольно. Новый король. Похоже, что мы наблюдаем рождение новой наркоимперии. Хотя Кейн, наркобарон и создатель Нюка, мертв и потерял былую популярность, наркофабрики продолжают работать. Нюк продолжает разрушать улицы Детройта и кажется, будто Кейну нашлась замена. Вопрос в том, кто занял трон наркобароны и как будут с этим справляться полиция и городские власти. Подробнее на странице пятой, которую мы не увидим, к сожалению, я хотел бы. Вам не кажется, что вы в ловушку приперлись? Улики компрометирующие. Ну, то есть это все выглядит как место, из которого нам придется выбираться с боем. Поэтому, мне кажется, это ловушка. Я туда не пойду, подожди, я в свинарнике хочу покопаться. Насколько бы это плохо не звучало. Ничего нет. У меня пулемет остался с прошлого задания? Или у меня опять винтовку стандартную выдали? Нет, винтовка неплохая, я не спорю, но... Ну, черт побери, я хочу пулемет. Конформитирующее изображение. Погоди. Я думаю, что я могу слышать что-то. Может, твоя информация была права, после всего. Геркин, это было? Пеклз. Огурчик. Пеклз. Тут дверь уже вышибли до меня. Стреляем? Да. Да. Я точно слышу немного коммотия на другой стороне. Давайте посмотрим, что ли? О, боже! Пеклз! 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 Почему ты не можешь дать нам раздражаться? Стреляем не спрят. Стреляем не спрят. Напомню... О, боже, сме... Стреляем! Стреляй все срока! да ну блин эта штука абсолютно нереально смысле я его убил еще один сгорел на работе ну блин не знаю насчет винтовки можно не в себя кидать когда кидаю туда можно пролететь через все это потом пистолеты ппшки и на самом деле очень нравится как как работает этот пистолет самом деле первый раз когда пользовался вот этим пистолетом было в игре по far cryo blood dragon если вы помните была такая там стандартный пистолет назывался агм то есть алекс джеймс мёрфи и и и там он работал примерно также по механике поэтому как ни странно что вот этот вот именно оригинальный пистолет но мне хочется называть его и джи эм как в бладдрагоне короче запить люис без бессмертных это спасибо на это люис больше танкует чем рыбаков но бронька нужно видимо для этого нужна винтовка да не получилось хватить таки там есть еще стоп не я не пойду подожди ты кто ты где вот погоди там есть пулемет все я не пойму откуда ты по мне стреляешь придурок так ладно сейф больше вы деньги бла 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 телек нафиг вам не нужен мне нужно найти код от этого сейфа нет серьезно если это будет второй сейф который пропущу мне прям будет обидно поэтому предлагаю походить немножечко поискать жалко что код не может быть там типа у кого-то из парней и всякое такое что можно их обыскивать и получать из этого полезную какую-нибудь информацию давайте спустимся пошаримся внизу потому что мы пробежали а чисто по стрельбе так нюк код споро почему не ну была скорее всего бумажка с таким же паролем где-то там но этого не увидел это печально супер идем наверх дайте мне поинт у них приступили хорошо плюс то на самом деле поинт было бы наверно слишком жирно можем пойти сюда можем пойти туда здесь проход сквозной просто сюда я понял что то может тут проход туда дальше будет ну ладно туда можно туда можно дождите а тут есть лесенка хилочка сотенка сотенка за сейф и сотенка за такую простую нычку ну не хорошо тут еще хилочка есть я не могу этим машинам штраф выписать раз ну я не могу им выписать штраф но я могу их просто взорвать к чертям так ладно мне в любом случае сюда сколько же тут элементов релизового шутера и мне это нравится стоп что 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 о дверка хилка смг тег смг тег такая себе фигня скорее всего крайний кошелек ну блин смотрите две хилки одна тут валяется одна тут единственная фишка в чем что если нас не потом не пустят назад это все будет просто так иди сюда заходим с пулеметом заходим с пулеметом заходим такая спокойненько обернулась бум подрывник ты страшный взрывается короче комикадзе я буду тратить пулемет мне пофиг он просто с одной крички уничтожает абсолютно все каракал по я с канагал по вот к чему были хилки кстати я заберу тутошнюю хилку пулемет надо уже отстрелять пока мы надо вот эта музыка сейчас орет просто но там я возьму новый пулемет так что меня это в принципе устраивает решился головы черным так что опыт приближается кстати хорошо мне это нравится так что мне самого это не рвануло да-да-да-да-да-да-да разделяемся меня вполне это устраивает а я просто офигеть я могу просто подбирать на него дополнительные патроны вот это так интересно хотя я типа подобрал полностью новый пулемет но сама идея мне нравится мы разделимся мне вполне устраивает так что все нормально так синхронизация та-та-та-та-та-та А, тут две хилки. Какие ящики красивые, как бы в них что-то было бы хорошее. Ну, ладно, так. Я еще схожу наверх. Все-таки, я же говорю, это выглядело как окошки, из которых, по-моему, мне будет вестись огонь. О, сюда вот наверх еще можно зайти. Я надеюсь. Можно. Какой нафиг ордер? Черт. Вот от этого надо избавиться. От этого надо избавиться. За этой дверью явно что-то есть. И, хотя, возможно, это просто, так, нюк. Возможно, это просто какой-то сюжетный сдерживатель. Ну, на тот случай, что... Как шорткат, знаете. Эта дверь открывается с другой стороны. Привет всем игрокам Dark Souls. Хорошо, пойдем сюда. Надеюсь, что это так. Надеюсь, что я не просрал секретку. А это реально... Так, формальная беспокойность. Если я замечу, что кто-то из работников лаборатории использует более 4 доз нюка за смену. Катается на конвейере. Работает без масок. Я устрою ему день детокса в наказание. Я не шучу. Пепел. Катается на конвейере. Видимо, такое же было. Ладно, поехали. Сюда-то ордер у меня есть. Я тебя понял. Вот этому в лицо хорошо прилетело. Еще упаковали так компактненько. Мне понравилось. Так. В тушах ничего нету. Пулемет я, наверное, приберегу для... Больших сцен. Больших перестрелок. Этот выбежал на робокоп из ПП-шки, да? Я умер на сцене. Мне кажется, что я не понял, что я не слышу вас. Пулемет. Пулемет я, наверное, приберегу для... Да, музыка отразительная. По крайней мере, то, что я слышу через наушник. Вы тут ничего не спрятали для меня. Ладно. Вот это, на самом деле, немножечко... Что при... У тебя нету положения холстера или вытащить оружие. Ты или всегда с оружием, или всегда в холстере. И когда ты без оружия, то сканирование не приближает. Оно просто сканирует. Но сканировать с оружием станет немножечко некомфортно. Я отсюда пришел. Хорошо. Парочку... Не лагай. Парочку дебилоидов мы тут уложили. Так, пометирующие что-то там. Я не знаю так же... Кстати, не знаю, если будет тут такая штука, как босс-файты. И как это будет выглядеть в рельсовом шутере. Потому что... Я, кстати, вспомнил. Blue Estate. Назывался тот шутер, который мы записывали на канале. Который один из новых. И который мне очень понравился, кстати. Пулемет. А че ты их всех не расфигачил? Ладно. Вообще не выделяется ни разу. Ты еще и по спонеру поешь, лошара. Короче, он драпать. Мы оказались среди толпы дебилов. Понятно. Это гражданский! Извините. Извините, что, блин? Я думал, вот это все, это стая дебилов. Какой бы гражданский нормальный пришел бы вот сюда. На вот эту вот наркобазу. Слушать какой-то там нахрен концерт. Вы че вообще? Ладно, хорошо. Вопросов нет. Стреляем так по целям. Она говорит, что может тут справиться, но... Он только под фанеру поет. Как можно? Печаль. Музыку заглушить нельзя. Ну, с авторски права, да? А на второй этаж я никак не попадаю. Видимо, нет. Это сделано, чтобы реально Льюис оставалась там, а я иду. Хочу. Да, здесь все заставлено. Жаль, что есть вот эта фишка с гражданский убит. Ну, ладно. Ну, как бы это робокоп? Окей, тут я не могу сказать, что это как-то правильно. Он меня преследует! Сталкер какой-то, честное слово, блин. Цикло такое. Это только потому, что они обдолбаны, они себя так ведут. Я не думаю, что человек в здравом смысле... Я думаю, что голова тебе больше не понадобится. А, гряночка. Да, гряночка хорошо работает. Кто? Ты знаменитость! Смешной. Я бы его тут пристрелил бы, но мне не дают этой возможности. Два процента. Так, пистолеты всякой гадости. Вот это мне надо. Давайте тут... Чип обновлен, оружие... А, погодите! Вот что это дает! Там внутри ничего нет, оно мне сразу дает... Ну-ка, 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 ну-ка. А вот она и недоступных... Ну, оно что-то, оно что-то мне дало где-то как-то. Так, ладно, скоро мы получим еще... О, стоп, это мое. Спасибо. Скоро мы получим еще один поинт. И это хорошо. О, что-то еще не могу делать. Я просто хочу... ...какать, я еще не могу... Это не может быть. Я все готово в порядке. Поехали. 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 Ты не можешь мне поверить. Я делаю бизнес с новым человеком. Ты мне кажется, что вы знаете много о нем. Ты не получаешь ничего от меня. Ты знаешь, сколько жопов я убил? Я не боюсь от тебя. В остальное, я запомнился с нукой, как фриканский плац. Тогда, готовься к нему. Если ты думаешь, что ты собираешь ничего из этого... Это довольно круто, что ты там получил. Это должно меня спрятать? Никакой стресс. Открывай себя! Это даже не мое! Да-да-да. Кстати, держи. Это тебе. Эй! Эта вещь не приходит дорогой! Ты знаешь! Это было единственное, в моей коллекции, что я не купил! Эм... Эм... Я не помню, купить подарок от тебя. Это не неплохо. Я никогда не останусь, пока что каждый пик в Детройке мертвый. Закрыл ты, мальчик! Это никакой способ treat a famous person! Это достаточно! Я... Я поговорю! Луис, я украл. Он готовит мне заявление о новом человеке. А ты не хочешь услышать от человека? Где офицер Луис? Она в外, прямо рядом с мной. Мы имеем красивый офицер-чаток. Эм... Почему ты не возьми мою оценивающую структуру и нас чтобы мы можем обращать партнеров? Эээ... Дешёвый трюк... Эээ! Что ты делаешь сейчас? Новый человек здесь. Ты придешь с мной. В нашем случае... Слезь! Ах... Ты даже чувствуешь страх? Потому что ты должен сейчас хранить в твои панцы сейчас. Ты делаешь огромный mess! Человеческий mess я делаю. Ах... Это было прекрасно концерт! Если это не для тебя, они никогда не знали что это было на сцене. Когда я хочу флюк, я беру нюк, нюк, нюк! Где я смотрю, я вижу нюк... Тип у тебя огромное нюк. Ах... сменять сады? Нет. Так, чё зафигня? Ясно. У него есть какая-то глушилка. Что мы остановим? Ах? Ах? батарея выжилла или что-то? Я и партнер вот выжилла непосредственно. Почему ты не быстрее? Ну ты бы не зря просто звал бы Робокопа выйти к тебе, явно у тебя есть какой-то подавитель. Луис? Я в порядке, Мурфи. Вы не читаете ситуацию правильно. на его месте я бы его просто сейчас убил бы. его месте я бы его просто сейчас убил бы. На его месте я бы его просто сейчас убил бы. Я думаю, что вы видели наш маленький ТВ-спо, маленький и сладкий. Знаешь, первая рука в шоу бизнеса и драконах, да? Легите их, я хочу больше. Да, я понял. Что-то неправильно, коп. Эй, Сел, я думаю, это время обратиться к бизнесу. Ты хрень идиот. твой ступид стунт поставил свет на меня. Ты хочешь поговорить в бизнесе? Вот свободная участь. Ты никогда ни 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 не Моя брата действительно делала тебе номер на тебя, да? Но, благодаря ему, ты получаешь эту огромную возможность. Что ты делаешь к нему? Есть люди, которые будут делать что-то в твоей позиции, чтобы иметь твои способности. Однако, ты привлекаешь себя на что-то, что у тебя сильнее. На что-то, что-то, человеческое. Представляйте, что преследовательное жизнь, который ты мог бы ведать, без того, что тебя ограничили. Мурфи, не позволяйте его прийти в твою голову! Как она. Никаких отношений, никакой удовольствия. И я уверена, когда я впервые слышала, что ты был причем, что мой братья был умер. Я боюсь. Но потом я думал, почему бы я позволяю любить так много сил во мне? Поэтому я позволяю это. И сейчас, я здесь, чтобы помочь тебе делать то же самое. Убить Льюис? Да? Это подарок. Это подарок. Это подарок. Чёрт ты, скамбэг! Льюис! Льюис! Ну, знаете, в чем прикол? Льюис, это каноновый персонаж. Она играет огромную роль в первой части, и во второй, кстати. И, в общем... Но я рад, что так случилось, потому что вот именно здесь... Я не знаю, кстати, возможно, это делалось специально разработчиками игры, но вот именно здесь, в игре, Льюис меня раздражал. В больнице? Ну, объясни им, что там была глушилка. Да. Она в больнице, как мы говорим, поэтому это не будет происходить. В то же время, ты собираешься с твоей психологией. Поехали! Поехали! И старый человек не счастлив, что я оставил тебя первую сессию, и был предупрежден, что я проведу это. Особенно потому, что проблема с твоей уничтожением это, естественно, persistente. Так что, доктор, сделай твой. Что? Теперь? Он не может быть осознанным. Я боюсь, что я должен insistить. Это очень непрофессионально. Мне нужно предупреждать, Вендел. Я не думаю, что ты понимаешь твои решения, Шиньи, в том, что ты не имеешь никакого. Ты either comply, или ты будет исчезнанным. Я единственное решение для этих решений. Очень хорошо. Доктор? Если это, если это, как бы, как бы, как бы, как бы, я не требую всех, кто не был клиент, это не договоренно. И, это нужно, чтобы он был предупрежден? Это для твоей защиты. Что если он потерял контроль? Ну что ж. Ну что ж. Ты, на самом деле, сидишь в порядке, чтобы это было? Угу. 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 Ну, ну, Ты осуществлялся с сердцевым монетром? Я думаю, что это в твоей линии работы. Да. Я согласна, что это происходит довольно быстро, но мы both профессионалы, которые помогают другим. Так что мы начнем снова? Меня зовут доктор Оливия Блэнш. Конечно, я слышала, что люди приглашают тебя по другим названиям, но я интересная, что ты любишь. Вот это, кстати, чертовски сложный вопрос. Это имеет значение? Это не важно. Я здесь, чтобы воспринимать твою часть человеческого, я приглашаю вас как Алекс Мурфи, если вы не понимаете. Я работала с многими полицейских офицерами, которые проходили травматические испытания. Но я думаю, что мы both согласны, что вы не обычный полицейский офицер. Как вы видите свою ситуацию? Требят ОФСР по борьбе с преступностью 001. Он не наполовину человеку. В нем чуть-чуть человеческого осталось, но... И не воскрешенный полицейский. Я бы сказал вот это. Я — машина, построена на использовании лучшей технологии ОСП с головой полицейского офицера, Алекс Мурфи. Это лучший денег можно купить, от того, что я слышу. Но это что-то, что я уже научусь от опыта. Что я бы хотела услышать, как вы себя чувствуете. Вы чувствуете? Да. Видите, что я думаю, что я очень полезно в работе с моими пациентами является транспаренцией. Чтобы помочь друг другу, мы должны быть способом видеть друг друга. где-то. Удивите, что я не утверну. Обратите. Удивите нас. Удивите меня, у vertical. Уходите меня по мое правило. Удивите, что ты думаешь, вы хотите пропустить подрыве? Угу. Так, может, они с неисправны с темой? Угу. Так, может, они с неисправны с темой? Угу. Угу. Продолжение могу больших умов на мою бульвару не пропустив. Угу. Нарезаводный аппарат. Увидимся, я не отпускаю те же и предложения. Прокладываю, чего я упоръizую, потому что он спрят. Впорядка, что это очень приятная начинка. Спасибо, Алекс Murphy. ну хорошо все главные задания выполнены украденный автомобиль дешевый дилер кто убил эти время покаяния это мне сейчас это экспо дадут или это все ладно это скорее все то что мне дали офигеть предупреждение мориса обнаружено связи владельцы зала игровых автоматов проблема в продуктовом магазине продуктом была проблема я офигеть я очень внимательно исследовал всю зону и все равно граффитчик все нарушения обнаружены полученные улики при полученные улики преступления но проблема в продуктовом черт печально доступно очки навыков 3 то есть я мог получить 3000 за это получил 2 800 200 мне хватило вот это классно вот это классно это прям классно но на этом я думаю мы будем серию заканчивать потому что он просто сохранение очки морские как всегда в начале следующей серии пока что думаю все спасибо что были с нами всем удачи и добра бобра всем лучше всем покеда а 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 и а а а и и а разбит и и и и и и и Продолжение следует...